МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошли в финал всероссийского конкурса. Направление темпа развития инфраструктуры городского транспорта в Ростовской области обсудили губернатор Василий Голубев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сегодня сообщает портал правительства региона. Речь шла о проекте модернизации трамвайной сети Таганрога, инициированного председателем Верхней Палаты Российского парламента. Как подчеркнул глава Ростовской области Василий Голубев, проект обеспечит город современным транспортом, повысит его туристическую привлекательность и в перспективе может быть реализован в других регионах страны. Ежегодно на модернизацию оборудования энергоблоков Ростовская АЭС тратит порядка миллиарда рублей. В этом сумма в три раза больше. Это связано с глубокой модернизацией энергоблока номер один, которому уже исполнилось 20 лет. Сегодня в работе четыре энергоблока. Они дают электричество всему югу России. Но не только бесперебойная и надежная работа оборудования обеспечивает безопасность АЭС. На Ростовской атомной, как и на других российских станциях, большое внимание уделяют подготовке персонала. О том, как это происходит, расскажем в сюжете. Безопасность – главное условие работы Ростовской атомной электростанции. Так, на АЭС обеспечение бесперебойной работы не прекращается ни на минуту и касается каждого сотрудника. Андрей Лысенко, ведущий инженер управления турбины, на станции работает уже 10 лет. Сейчас проходит повышение квалификации на полномасштабных тренажерах энергоблоков номер 3 и 4. Начинал, как и любой, наверное, с самого низа, с машиниста, обходчика по турбинному оборудованию. За безопасность у нас все отвечают. Нету мелочей в этом. За безопасность отвечает любой машинист, и ВИУТ, и начальник смены. Сейчас на Ростовской АЭС работают 3270 человек. Для работников создаются все социальные условия. Возводят жилые дома, детские сады и школы. С самого начала строительства станции складываются целые семейные династии. Такой подход к персоналу позволяет минимизировать негативные ситуации на станции. Безопасность целого ключевое абсолютно с первых шагов на атомной станции является главным. В нем заключается суть подготовки персонала, суть работы и дальнейшего карьерного продвижения. Только с этим понятием можно достичь и карьерных высот, и развития. За годы работы станции радиационный фон, измеренный еще до пуска первого энергоблока, не изменился и находится на уровне естественных фоновых значений. А это значит, что работа станции никак не повлияла на окружающую среду. Безопасность АЭС – это наша приоритетная цель. Поэтому все силы и средства направлены на ее обеспечение и поддержание. Это у нас обеспечивается, во-первых, проектом, прошедшим все положенные государственные экспертизы. В этом году уже выполнен планово-предупредительный ремонт на четвертом энергоблоке. Впереди – ремонтные работы на остальных блоках Ростовской АЭС. Донские школьники примут участие в разработках спутника, который уже в ноябре этого года запустят на орбиту Земли. Такое стало возможным благодаря федеральной программе «Дежурный по планете». Это серия конкурсов по космонавтике. В одном из них победила автономная некоммерческая организация «Феррон» с проектом «Агросад» – школьные космические технологии для решения практико-ориентированных задач региона. Технический консультант проекта – открытый в Ростовской области Центр космических технологий «Арктурус». «Агросад» – это проект, который позволит школьникам и молодежи развивать полезные компетенции и навыки в сфере технических наук и увлекательном мире космической отрасли. Как раз сегодня мы будем проводить вместе с партнерами обучение. Денис Голиков, очень известный методист, как раз приехал к нам, чтобы показать тонкости, нюансы, компетенции, связанных с спутниковым строением. На обучение пригласили ростовских школьников, которые стали участниками Всероссийского фестиваля «Открытый космос». Именно их проекты стали самыми заметными. Наш проект заключался в том, чтобы создать защищенный канал связи, чтобы вывести на орбиту спутник, и чтобы он генерировал какие-то случайные числа, они отправлялись на Землю и выступали по ролям в качестве переписки. У меня был запуск лунного Кубсатровера. Я предлагала запустить Кубсатровер на Луну, чтобы он исследовал ее и присылал нам данные. Победа автономной некоммерческой организации «ФЕРОН» в конкурсе фонда «Содействие инновациям» предполагает грантовую поддержку для технической подготовки спутника. Вместе с экспертами Центра космических технологий «Арктурус» школьники соберут инженерный образец. Узнают о современном развитии космической отрасли и представят свои предложения о том, какие практические проблемы возможно решить с помощью этого спутника. Обучение проводят партнеры из Сколково. Это макет спутника Кубсат 3-юнита, который соответствует полностью настоящему аппарату, который полетит в ноябре. Здесь есть схема питания, здесь есть солнечные датчики, бортовой компьютер, УКВ-передатчик, вот видите антенну, которая передает на Землю, дополнительная нагрузка и маховик для управления спутником. Кубсат запустят в космос в специальном контейнере. Можно по 3-4 за один раз. А со всего на орбиту будет запущено 10 таких спутников. Один – от донских школьников. Все спутники запускаются с разной полезной нагрузкой, вполне разные задачи. Но ростовские школьники придумали эксперимент, когда спутник будет передавать на Землю какие-то цифровые коды, которые позволят защитить данные на Земле. Проект реализуют при поддержке правительства Ростовской области. Основная задача – привлечь интерес школьников к инженерным специальностям и программированию. Оксана Мельничук, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Несанкционированная уличная акция не привлекла значительного внимания. Сторонники Алексея Навального предприняли попытку устроить массовое шествие на театральной площади. Но раньше означенного времени перенесли место сбора на Пушкинскую. За передвижением собравшихся наблюдали сотрудники полиции. Акция локализовалась возле публичной библиотеки и прошла спокойно и без массовых задержаний. Самой заметной участницей стала дама с собакой. Будьте сильными, будьте свободными, все в ваших руках. Вы современная молодежь, на вас сейчас смотрит все поколение предыдущее. Напомним о предстоящих акциях координаторы из-за границы сообщили в прошлые выходные. В большинстве городов их даже не пытались согласовать. Вслед за этим МВД призвало россиян не посещать несанкционированные мероприятия и пообещало пресекать провокации. Митингующих 21 апреля оказалось существенно меньше, чем заявивших в социальных сетях о намерении поучаствовать. Состояние и эффективность использования муниципальных дорог, итоги прошедшего отопительного сезона и другие вопросы обсуждали участники расширенного заседания правительства Ростовской области. Говорили и о реализации нацпроекта образования. В том числе о мероприятиях, направленных на развитие талантов школьников. В проекте «Современная школа» на одном из направлений создание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Их работают уже 42 в 25 муниципалитетах на базе сельских школ и школ малых городов. Срок до 5 октября текущего года. Обеспечить проведение мониторинга площадок центров образования естественно научной и технологической направленности «Точки роста» на соответствие приказу Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.03.21.243 Об утверждении проектов зонирования центров образования. Отменить классные уроки, разделить по дням обучения техническим и гуманитарным наукам предлагают студенты в финале профессионального конкурса «Учитель будущего» студенты в Сочи. В течение четырех дней лучшие студенты со всей страны будут креативно и увлекательно развивать педагогические идеи, понятные современным детям для школы будущего. С финалистами из Ростовской области пообщалась и наша съемочная группа. У нас собралась такая по-настоящему мужская команда, но все-таки есть украшение в виде прекрасной девушки. Феологини. Мужская команда уже достижение. На форуме 77% участников девушки. Айнур Бикетов учился в Донской столице на международного журналиста. Но призвание не обманешь. Теперь получает вышку в Москве, будет учителем русского языка и литературы. Закончив школу, я поступил в педагогический вуз, но потом передумал и перепоступил на журналистику. И уже окончил бакалавриат, все-таки понял, что хочу заниматься этим. У меня бабушка преподаватель, да, и все это вот то, что я впитал с самого детства. Студенты Ростовской области вошли в пятерку лучших по количеству финалистов. Он разговаривает на своем родном языке, слышит другого ребенка, который разговаривает на своем родном языке. При этом на экране может появляться субтитры, они могут обсуждать какие-то темы, проводить уроки вместе. Это в школе. А как учиться и что учить в детском саду могут предлагать и сами дошколята. Считает студентка ЮФУ Мария Гурьева, будущий методист. А возможно и заведующая детским садом. Уже знает, как будет развивать маленьких воспитанников. За победу на конкурс приехали лучшие студенты со всей страны. 152 будущих педагога соревнуются в разработке новых подходов в преподавании. 13-я команда. Мечты. Да, команда мечты. Число 13, многие считают не счастливым, но 13-я мистика, так и будет девушка. Будущего учителя математики даже мистической цифрой не испугать. Любовь к вычислениям Ксении из Таганрога привела школьная учительница. Она объяснила сложные примеры наглядно и интересно. Она приносила шоколадки, она приносила торт. И мы их делили. Кто правильно называл, какая это будет дробь, тому доставался кусочек шоколадки столько, тому доставался кусочек торта. То есть, в зависимости от того, какие были дроби. Навыки преподавания онлайн и офлайн успешно отработали во время пандемии, считает эксперт из Ростовской области. Для школ тоже, и мы это увидели на самом деле на наших студентах, которые проходили практику непосредственно во время пандемии. Они, в принципе, оказались готовы и к форматам синхронного, и асинхронного взаимодействия. Но сегодня система образования и в нашей области, в том числе и в городе Ростов-на-Дону, достаточно гибкая, и мы работаем, и учителя работают со всем спектром тех платформ, которые сегодня присутствуют. Школа будущего готова? Да! И я готова! Роман Саганов, Виталий Ступаков, Дон-24, Сочи. Теперь о валюте. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на сегодня 76 рублей 82 копейки, евро 92 рубля 29 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрыникова. До встречи. Вместе с гемотестом лабораторная диагностика доступна каждому. Скидки и бонусная программа действуют на анализы, выездное УЗИ, ЭКГ и консультацию гинеколога. Добро пожаловать в гемотест. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин